Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из-за длинных выходных в Соединенных Штатах торги в понедельник несколько сократились, однако риски рецессии работают без выходных. В Азии акции продолжают падать, так как фьючерсы на Уолл-стрит снижают прибыль. И чем больше ястребинами готовы быть мировые центральные банки, тем больше инвесторы видят в этом угрозу обвала рынков, особенно на фоне заявлений чиновников РС о безоговорочной приверженности борьбы с инфляцией. Доллар США провел прошлой неделе очень неспокойно. В среду гринбэк достиг уровня 105.79, на котором не бывал с конца 2002 года, затем цена доллара по индексу резко упала с пиков 20-летнего максимума. Однако к концу недели американец снова укрепился и наполовину сократил понесенные потери. После таких американских горок в понедельник гринбэк переводит дыхание и поставлен на паузу. Сегодня в Соединенных Штатах официальный выходной в связи с праздником примирения, и биржевые торги не проводятся. В Азии индекс доллара по отношению к иене, евро и четырем другим основным валютам меняется слабо и торгуется на уровне 104.38. Американец консолидируется в диапазоне 104.28-104.82 и пока идет на понижение. И хотя сегодня доллар торгуется достаточно вяло, он продолжает получать поддержку на агрессивных ожиданиях Федрезерва. Основное движение по американской валюте ожидается 22 июня, когда перед банковским комитетом Сената будет выступать Джером Пауэлл. Глава Федрезерва представит Конгрессу свое двухгодичное обращение по денежной кредитной политике. И если рынок получит подтверждение и без того сильного дальнейшего ужесточения курса Центробанка США, доллар может вырасти. Предельно мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии на данный момент дает лучшие результаты среди всех крупных развитых стран. Правда, инфляция в стране уже превысила отметку в 2%. Согласитесь, что эта цифра выглядит более чем скромно на фоне 8,6% в Соединенных Штатах или свыше 9% в Англии. Причем даже такой рост показателя в большей степени связан как раз с внешними факторами, с более высокими ценами на энергоносители и продукты питания. То есть без учета этих категорий годовая инфляция в апреле составила всего 0,8%. Так что паниковать у Центробанка страны восходящего солнца нет никакого повода. Поэтому спекуляции на том, что Банк Японии в пятницу уступит давлению рынка и скорректирует свою все более изолированную политику, не оправдываются. Тем не менее глобальная инфляция растет и вместе с ней растет риск того, что денежная политика Японии тоже может измениться. Если даже, как казалось, супернадежная Швейцария впервые за 15 лет решилась на резкое повышение ставки, то не исключено, что и Банку Японии придется уступить. И тогда резкое изменение доходности гособлигаций может взорвать мировые рынки. Но это время еще не пришло, и японский денежный регулятор наращивает усилия по защите своей территории. Чтобы понизить подкосивший выше допустимого предела в 0,25% уровень доходности десятилетних гособлигаций, Банк Японии пошел на абсолютно беспрецедентный шаг и выкупил на прошлой неделе гособлигаций на сумму 80 миллиардов 800 миллионов долларов. Для сравнения, Центральный банк всей еврозоны для этих же целей тратит 27 миллиардов долларов, причем за месяц и целиком. Так что японская иена на фоне таких рекордов национального денежного регулятора пока остается без его поддержки. В понедельник торгуется в области отметки 134,72. А на фоне глобальных различий в монетарной политике с Федрезервом США в пятницу курс доллара к иене подскочил на 2%. В понедельник давление на пару немного снижено по причине выходного дня на американских биржах, поэтому иена смогла немного укрепиться и в азиатскую сессию торговалась на повышение, продвигаясь в ценовом коридоре 134,50-135,43. По расчетам аналитиков, пара находится на пороге тестирования годового максимума отметки 135,59 за доллар США. И если иена слабеет в основном на денежной политике Центробанка страны, то австралийский доллар по большей мере остается заложником внешних факторов. Главное среди них, конечно, действия, исходящие из Соединенных Штатов. Австралийская валюта чувствительна к движению американского фондового рынка. И, конечно, на ее курс очень влияют движения по монетарной политике США. Однако сегодня, когда влияние американской стороны приглушено из-за выходных, пара Audi, USD торгуется с повышением курса в границах 0,6918 – 0,6990. Не будем забывать и о продолжающихся проблемах в Китае в связи со вспышкой коронавируса. На их фоне долгосрочные договоры поставок австралийских товаров в Китай также замедляются, а объемы продаж могут быть снижены. Как видим, австралийский доллар находится в ловушке внешних обстоятельств. Однако сегодня он все-таки сумел укрепиться к американскому партнеру по корзине до уровня 0,6983. Таковы основные новости азиатской сессии понедельника. Напоминаем, что наши аналитики и эксперты рынка готовы отвечать на ваши вопросы и комментарии. Оставайтесь на связи, пополняйте свою базу данных актуальной информации от InstaForex TV, а свои финансовые портфели только прибыльными активами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова